Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Завершился 15-й Красноярский экономический форум. Можно подвести уже итоги. Вот сегодня в нашей студии временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс. Александр Витович, здравствуйте! Добрый день! Как вы оцениваете результаты форума? Что получилось, а что все-таки не достигло желаемого результата и почему? Ну, знаете, можно оценивать содержательные и количественные результаты форума. К форуму все-таки возрос интерес, и само по себе это очень хорошо. Это выражается в том, что у нас возросло число участников, было представлено более 40 регионов нашей страны. Что очень важно, возросло число иностранных участников почти в два раза. Это говорит о том, что несмотря на все геополитические проблемы, тем не менее, деловой мир существует как единый мир, и люди бизнеса тянутся друг к другу. Естественно, вот резкое осложнение международной обстановки, которое коснулось и наших крупных компаний, не позволило приехать на форумы многим первым лицам наших крупных компаний, интересы которых, так скажем, так или иначе связаны с Красноярским краем. Но мы не считаем это, так сказать, серьезной проблемой, поскольку с большей частью из них и были соответствующие деловые встречи, и были подготовлены и заключены соглашения, о которых вы знаете. Ну и, на мой взгляд, главным итогом форума, и главное, если хотите отличить на его чертой, стал больший акцент на нашу сибирскую проблематику, чего мы очень давно ждали. Раз вы затронули тему санкций, ее нельзя не обойти. Вы сказали, что уже состоялись некоторые разговоры, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что компании, которые попали под санкции, они широко присутствуют на территории Красноярского края. Это не только бюджетные, скажем так, взаимоотношения. У нас очень много взаимоотношений в социальной сфере, у нас очень много совместных проектов, которые находятся вне, скажем так, интересов бизнеса, да, а это именно такое, знаете, частно-государственное партнерство. Как вы считаете, будут ли продолжены программы, начатые бизнесом в части, допустим, экологических проектов, социальных проектов? Очень хороший и правильный вопрос. И как раз такие разговоры даже в телефонном режиме у меня состоялись и с главными акционерами, ну, прежде всего, русского алюминия и ряда других компаний, которые представлены у нас в крае. И все социальные программы, все планы, касающиеся подготовки города, в том числе к универсиаде, участие в благоустройстве и так далее, будут сохранены. Более того, мне представляется, что вот программа перехода к более глубокой переработке того же самого первичного алюминия, она будет осуществляться сейчас более интенсивно. Поэтому я надеюсь, что определенные ограничения по экспорту на самом деле будут стимулировать, так скажем, и внутренний спрос, и активизацию работы компаний на внутреннем рынке. Думаю, что нам это должно пойти на пользу, но необходимо пережить, так скажем, первую волну, адаптироваться к новым условиям, и все встанет на свои рельсы. Вы сказали, что в этом году ГЭФ больше сконцентрировался на наших региональных, именно на Сибири. Мегапроект, который мы представили на Красноярском экономическом форуме, это Енисейская Сибирь. Получилось ли конструктивное обсуждение этого проекта, как планировалось? Ну, во-первых, получилось, так скажем, яркое представление этой программы, этого крупного инвестиционного мегапроекта. Это очевидный факт для всех. Кроме этого, обсуждение было сконцентрировано на ряде прикладных вопросов, а именно создание нормативной базы под новыми преференциями, которые для этого необходимы, создание механизма управления этим проектом, что это будет, корпорация, как это будет оформлено, постановлением правительства или иным путем, где будут находиться центры управления в Москве, либо у нас в регионе. Естественно, что обсуждение, которое прошло здесь, является предварительным, но, тем не менее, оно дало очень хорошую почву для размышлений и, самое главное, для принятия, я надеюсь, в течение этого лета соответствующих решений на федеральном уровне. А вы в чем видите пользу такого объединения Красноярского края, Хакасии и Тыва уже после того, когда произошло такое обсуждение здесь на форуме? Знаете, речь не идет ни о административно-территориальном объединении, хотя, как вы знаете, Хакасия в свое время входила в состав Красноярского края, а Тыва была частью так называемого Красноярского экономического района. Ну, надо просто иметь в виду, на чем базируется сама идея так называемой Енисейской Сибири как крупного инвестиционного мегапроекта. Дело в том, что на нашей территории есть порядка десяти инвестиционных проектов, которые уже готовы как бизнес-проекты, они просчитаны. Они отличаются тем, что значительная их часть выходит за пределы одного региона, распространяется частично на Тыву, частично на Хакасии, ну, та же самая технологическая долина, которую реализует Русалы, или некоторые дороги, касающиеся развития транспортной инфраструктуры, или ГЕСТ Кызыл-Курагин. И поэтому для их воплощения в жизнь надо подняться над административными границами. Это очень важно. Кроме этого, в чисто таком социальном отношении нам необходимо также двигаться навстречу друг другу. Почему? Вот в Красноярске есть два серьезных кардиологических центра. В Красноярске есть Сибирский федеральный университет. В связи с проведением университета будет одна из наиболее развитых спортивных инфраструктур. Естественно, это должно быть поставлено на службу, если хотите. И нашим соседним регионам. Как это сделать? Для этого необходимо развивать транспортную составляющую. Прежде всего, региональную авиацию. Снижать стоимость билетов для этого. Для того, чтобы это стало возможным, нам необходимо создать базовую авиакомпанию в Красноярском аэропорту. Для этого есть возможность и Норильского никеля и компании Нордстар. То есть, пересечение этих интересов делает необходимым и более тесную связь усилий власти в этом мегарегионе, который объединяет наша Великая река Енисей. На пресс-конференции в Москве, Александр Ильич, вы сказали, что формат следующего форума будет изменен. Может быть изменен. Но, по крайней мере, средства массовой информации за это зацепились. Уж извините. Что площадка может быть перенесена в Сибирский федеральный университет. Почему именно туда? И вообще, как вы считаете, в какой части форум нуждается в реформировании и нуждается ли вообще? Мне кажется, то соотношение федеральной повестки и повестки нашей, сибирской, сейчас приближается к оптимальному. Я давно хотел придать Красноярскому форуму наше сибирское звучание в большей мере. Мне кажется, сегодня это удалось, и соотношение выглядит так. 50 на 50. Это нормально. Форум всегда отличался еще очень такой важной особенностью, как экспертное звучание в рамках дискуссии. Это не только бизнес. Это не только политики. Но ученые, исследователи, аналитики. И вот для того, чтобы этого стало еще больше, необходимо активно подключать Сибирский федеральный университет. И, возможно, какие-то панели, так называемые, какие-то дискуссионные форматы переносить еще и в Сибирский федеральный университет. Там есть и для этого необходимая инфраструктура. А после того, когда у нас состоятся крупнейшие международные соревнования, эта инфраструктура для такого рода дел будет еще более подходящей. Мы не приняли решение, как конкретно должен выглядеть следующий форум, поскольку еще свежи впечатления состоявшегося. Если число его участников будет расширено, можно задействовать и ту, и другую площадку. Поживем и видим. Кстати, и в этом году Сибирский федеральный университет активно включился в форум, Северный форум прошел на его площадках. И в прошлом году тоже как-то форум Сибирский федеральный университет тоже принимал участие. Но для усиления вот этой тенденции, движения в этом направлении, я уверен, у нас есть еще очень много резервов. Это я говорю вам не как руководитель региона, а как человек, который имеет самое непосредственное отношение к Сибирскому федеральному университету. И есть что расширять, и есть над чем работать. Кеф сохранил вот ту самую изюмину, которая отличала его от всех остальных форумов, это острота дискуссий. Потому что у нас всегда как-то здесь было все более независимо, и высказывались более ярко, более остро и более, так знаете, как-то конкретно. Не всегда и не во всем, скажу так, дипломатично. Мне очень понравилась так называемая молодежная площадка в первый день, когда ребята говорили не на абстрактные темы, а представляли свои так называемые креативные проекты. Причем авторы этих проектов, многие из них, живут в Красноярске. Другие являются выходцами из Красноярска, но живут в Москве или даже за рубежом. Но тем не менее, они считают себя красноярцами. И самое главное, считают необходимым способствовать продвижению Сибири в любом месте, где бы они ни находились. Вот когда они, опираясь на результаты того, что они уже сделали, а они правда сделали много, руками и головой, начали выходить на такие большие, так скажем, выводы, касающиеся страны, мира, это звучало очень интересно, свежо и смело. И мне бы очень хотелось, чтобы вот та атмосфера, которая была преобладающей у молодежи, так скажем, пронизывала атмосферу форума в целом. Александр Ильич, не могу не спросить. Не секрет, что многие жители воспринимают форум негативно, видя в нем, знаете, такую площадку для тусовки состоятельных людей. Поговорили, разошлись, ну и дальше какого-то такого эффекта не очень. Как вы считаете, каким, на ваш взгляд, должно быть послевкусие АКФ? Знаете, форум, как и любое общение людей, нельзя мерить только материализованными финансовыми результатами, которые общество получает на следующий день или в следующий месяц после его окончания. Форум — это прежде всего общение, это прежде всего инициатива, ассоциации, знакомство, движение. Это очень и очень важно для создания вот такой атмосферы, для поддержания привлекательности самого Красноярска. И работает на это все. И оформление вот этих павильонов, которые сделали красноярцы, и атмосфера приемов, и многое-многое другое, наряду с деловыми вещами. Но, если говорить о итогах, вот 15 лет работы форума, я хотел бы напомнить. Край стал нефтедобывающим краем во многом благодаря первым форумам. Край продвинулся в реализации федеральной крупной программы под названием «Нижняя приангария», которая включает и строительство Багучанской ГЭС, и Багучанского алюминиевого завода, и более интенсивная лесозаготовка и лесопереработка у нас, тоже благодаря форуму. Университет, Сибирский федеральный университет, без которого сегодня немыслим Красноярский край, это тоже следствие форума. Я уверен, что вот этот большой мегапроект, считаю, локомотивный проект России, в его практическом преломлении, тоже пройдет через форум, и с этой площадки он стартует. Именно поэтому, помимо духа движения, форум дает и очень конкретный, финансовый и производственный результат. Спасибо за интервью. Спасибо. Будем надеяться, что вот эти результаты мы увидим все-таки как можно быстрее. Спасибо. Спасибо. Александр Ус, временный исполняющий обязанности, губернатор Красноярского края, сегодня был у нас в гостях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова